Друзья, всем привет! С вами опять я, Рита Суслова, и вы на моем канале. Давно я не выпускала видео, что это было очень занято переездом в нашу отремонтированную квартиру и разбором вещей. Ведь мы не только отремонтировали квартиру, но и наши вещи стояли все в коробках, в баулах, поскольку мы переехали из Краснодарского края, не были разобраны, потому что, ну как разбирать, если в квартире ремонт, то есть все наши вещи так и стояли в коробках. Жили мы, используя эти вещи, которые уместились в два чемоданчика. Жили мы так порядка полутора месяцев. Было, конечно, не очень комфортно, но вполне себе. Сейчас мы переехали, наводили уборку после ремонта и разбирали вещи. Я, наверное, дня три не выходила из дома вообще, то есть постоянно занималась разбором вещей. И оказалось, что у нас так много одежды, что меня уже под вечер тошнило от этой одежды. И мне хотелось взять баул и не глядя просто вынести его на помойку. Или вот так вот поставить где-нибудь, пускай забирают. Потому что это просто какое-то засилие вещей, одежды. Конечно, я кое-что, кое от чего я избавлялась. Когда мы ехали сюда, из Краснодарского края, я там оставила половину вещей. Половину. Вот не даст собрать новая хозяйка дома. Половину вещей я раздала людям и половину оставила в доме. Думаю, вдруг людям пригодится. Когда я приехала сюда, я опять избавилась от половины вещей. Слава Богу. Вот хочу вам всем посоветовать. Перебирайте вещи свои. И те вещи, которыми вы не пользуетесь год, я думаю, можно с легкостью от них избавляться. Сняла сегодня я ролик из отремонтированной квартиры. И не знаю, какой выставлю вперед. То ли покажу квартиру, то ли вот этот разговорный. Были очень сильные разочарования у меня в ремонте. Очень сильные. Прямо. О которых я и хочу вам рассказать. Во-первых, валеный мною сайт техпорт. Очень сильно меня разочаровал. А ведь меня предупреждали зрители. Предупреждали. Но я думала, ну ладно, посмотрим. Может быть, у меня все будет хорошо. Так вот, сайт техпорт очень сильно меня разочаровал. Но прежде меня разочаровал другой момент. Вся наша ванная комната была спланирована и рассчитана каждый сантиметр. Была установлена вся сантехника, душевая кабина. И самое последнее устанавливала стиральная машина шириной 60 сантиметров. После того, как установили душевую кабину, оказалось, что у нее выпуклые борта наружу. И стиральная машина на 60 сантиметров у меня не влезла. Не влезла буквально около сантиметра. Никак. Установить ее было невозможно. Естественно, когда ее устанавливали, сняли всю упаковку. Конечно, когда ее раскрывали, упаковка была порвана. Не аккуратненько, там ножичком она была разрезана. Она была вся порвана, брошена. И пошли устанавливать машину. Пока машину устанавливали, я собрала весь мусор, упаковочку, сложила и вынесла на помойку. Когда выяснилось, что машина не влезает стиральная, я очень расстроилась. Очень сильно расстроилась. Но, тем не менее, у меня была надежда на то, что техпорт примет машину обратно. Либо заменит в нее на машину других габаритов. Я написала претензию на сайт техпорт. Но внутренний голос мне говорил, что без упаковки они ее навряд ли возьмут. И, может быть, и с упаковкой тоже бы навряд ли взяли. Не знаю. Написала претензию. И на всякий случай тут же подала эту стиральную машину, которая не была установлена, которая не использовалась, новая, с документами, с чеками, с гарантией. Подала эту машину на Авито дешевле на полторы тысячи. На всякий случай. Естественно, от тех пор, то ни ответа, ни привета. А через три дня люди с Авито приехали и купили у меня эту машину. Слава богу, я потеряла только полторы тысячи. Но мне пришлось покупать машину уже в горизонтальной загрузке. Она в два раза дороже. Но, надеюсь, она прослужит нам дольше. Это первое разочарование. Следующее разочарование. Диван. Очень красивый диван, который я выбрала на сайте тех пор. Который мне очень понравился. Диван симпатичный. С двумя красивыми гладкими подушками. Мы ждали этот диван, ждали. И вот нам его привезли наконец-то. Мы собрали с Анжеликой этот диван. И что вы думаете? Вместо двух красивых гладких подушек привезли три морщинистые, сшитые, сикость-накость, кривые, ужасные подушки. То есть вот эти подушки, это испорчен весь вид. Я бы никогда не купила. Я купила красивый диван с картинки на сайте тех пор. Мне привезли, как бы это выразиться поприличнее. Мне принесли ужасную вещь. Естественно, я написала претензию на сайт тех пор. Приложила фотографию дивана, который я у них заказала. Приложила фотографию дивана, который мне привезли. Диван нормальный. Подушки. У меня были две гладкие, красивые, большие. А мне привезли три сморчка страшных. Ну, будем наблюдать, как тех пор отреагирует на замену дивана. В общем-то, я написала, что мне можно диван не менять. Диван меня устраивает. Попросила заменить подушки. Но посмотрим, что будет дальше. Буду вас держать в курсе. Следующий неприятный момент. Настолько неприятный. Впереди камера на 60. Следующий неприятный момент. Настолько неприятный, что мне даже говорить о нем тяжело. Очень тяжело. Это просто ужас. Я вам рассказывала о подвесных светильниках, которые должны были висеть над барной стойкой. Я вымерила вплоть до полсантиметра. У меня был четкий размер. И светильники повесили. Все хорошо. Потолок красивенький, ровненький, беленький. Но подвох... Но большой казус мы смогли увидеть только тогда, когда установили кухню и саму барную стойку. Мастера перепутали размер. Хотя я им четко прописала. И перепутали размер не на 1-2 сантиметра. На что я бы просто закрыла глаза и не стала бы заморачиваться. А перепутали размер на 35 сантиметров. И светильник у нас висит не посередине барной стойки, а прямо над головой сидящего. Нет слов. Но вроде как удалось связаться с фирмой по изготовлению моих потолков. И мне обещали заменить. И мне обещали выкроить новый и заменить его. Надеюсь, что все будет хорошо. Друзья, что-то я долго не могла выбрать себе чайник для газовой плиты. И сынок сегодня утром принес мне вот такой вот чайник. Это чайник необычный. Сейчас мы включим газ. И посмотрите, как будет меняться рисунок на чайнике. Рисунок становится ярким. Когда я увидела чайник с черным рисунком, что-то я думаю, зачем он такой чайник купил. А когда поняла, в чем фишка этого чайника, то мне он понравился. Необычный и любопытный. Смотрите, он уже становится совсем ярким. Сейчас закипит. Мой день подходит к концу. И хочу вам показать, какой светильник я купила к себе в спальню. Сейчас я его изучала. И вот посмотрите, какой он интересный. Он может гореть просто обычным теплым цветом. Можно установить так, что будет обычный теплый цвет. Можно сделать поярче, либо более тусклый. Можно установить зеленый цвет, розовый, голубой или красный. А можно, вот как сейчас, сделать так, чтобы он плавно переходил от одного цвета к другому. Прикольный, да, у меня светильник. Кстати, камера не передает яркости. Совсем не передает. Попробую увеличить, конечно. Сейчас, вот он голубой. Розовый. Розовый какой красивый. Красный. Розовый. Розовый.